всем привет вы на канале крипто комманс и сегодня такой необычный решил вам сделать travel формат сдал тачку в ремонт и что-то после дождя погодка такая шикарная решил прогуляться по байрусу вот мы в районе полерма все зелено красиво постараюсь не испортить эту красоту и мы начинаем давайте поговорим просто сегодня про то что происходит на рынке и посмотрим ну и погуляем так пешочком я знаю такой travel формат многим заходит мне лично капец как заходит самому такой travel формат вот поэтому я так его для вас и снимаю собственно да байрис прекрасен тут сейчас начинается осень уже вот до сезон дождей прохладненько так немножко но в целом тепло на самом деле целом тепло местные все на курточках вот я правда тоже на курточке на но на легкой в общем да шикарный райончик полерма и как тут у них устроены переходы смотрите вот так вот прямо вроде как нельзя переходить надо типа идти сюда и потом идти туда все как у людей вот смотрите что хотелось бы сказать рынок очень сейчас такой как вам сказать волатильный высоковолатильный что еще может даже начиналось я вчера тоже этим всем делом трейдил потом немного разгрузился стримил на втором канале там в итоге забанились трейдинг стрим с музыкой за музыку как обычно все но в чем фишка что никто не знает будущего и куда пойдет рынок средские балкончики красивой зеленью так вообще все прям утопает зелени вот и здесь так зимой в принципе также здесь же снега нет зимой прямо так вот все супер супер зелены также как и летом вот поэтому на рынке тоже как бы все бывает зелено но бывает и красно вот чё на рынке тоже бывает осень бывает зима крипто поэтому ребята тема какая надо быть осторожным сейчас но это вам любой второй скажет любой первый наверное сейчас трейдер аналитик и вообще кто занимается этим делом это я сейчас говорю больше с трейдерами те кто ход лиры кто просто крипто инвесторы верят в крипту ждут там 100 200 300 тысяч миллион вообще забейте просто смотрите какие красивые виды лучше выключите звуковую дорожку включите красивую музычку и наслаждайтесь красивыми видами если бы в принципе если бы я молчал получилось бы идеальное видео в стиле знаете волк-тру типа прогулка там по лондону по нью-йорку есть такая вот прогулка по буйнос-айрусу я не могу молчать вы понимаете у меня просто какой-то какой-то этот самый словесный скальпинг постоянно мне все надо что-то вам объяснять рассказывать я с вами же тоже на самом деле так советую вас как бы эмоционально разгружаюсь область стараюсь не разгружаться в стаканах наоборот стараюсь показывать где я как захожу и что делаю опять же никому не рекомендую все в ноль копировать потому что это так не работает у каждого свой стиль свой объем своя поза свое время когда ему надо вынимать это вот тоже все очень важно нам каждому с вами может понадобиться вынимать понимаете завтра условно говоря срочно если у вас там нету там не знаю миллионов долларов там крипте лишних то вам всегда может понадобиться и в этом то и проблема что зарабатывает тот у кого есть все больше и больше денег становится то есть этот гэп разрыв между богатыми и бедными это здесь тоже очень хорошо видно он все больше и больше становится то есть людей которые реально живут на 100 долларов в месяц и меньше их очень очень много и а другие сотни тысяч складывают там в день понимаете под подушку поэтому конечно же нам-то с вами простым смертным нужны деньги и гараж закрывается можно подлезть еще нам нужны деньги поэтому мы собственно и торгуем на биржах и стараемся урвать что-то заработать от таких же как мы других трейдеров и надо это не забывать что сейчас вот многие заработали офигеть да какая красивая улица просто обосраться многие заработали сейчас но еще большим и как бы почти все из этих многих на лосят все и сольют понимаете и вот задача этих полок вот этого флета задача в том чтобы вот такие парадные нарядные задача в том чтобы вы все слили пока как бы вы заработали на этом движении вверх потом все слили на флете или на коррекциях понимаете и пошли доносить новый деп вот в чем задача если он и есть то этого великого манипулятора как были ничего на красный все идут пойдемте сюда пока да здесь что прикольно еще борисе что можно всегда пройти куда-то то есть либо туда либо туда всегда зеленый свет потому что все квадратное соответственно зигзагами можно добраться как угодно куда тебе нужно а нам кстати прямо и надо блин давно это пешком не гулял вообще другой вайб совершенно другой вайб чуваки если вам заходит такой вайб ставьте лайк обязательно и подписывайтесь на наш канальчик если вы зашли впервые буду стараться больше делать таких travel видео вот ну и сейчас как бы особо не travel сейчас целом залипон вайрусе и вокруг бориса но мы живем сами не в айресе мы живем в сан-эсидро это типа пригород байерса поэтому вот в центр редко стал выбираться здесь конечно красиво полерма это такой самый грамотный райончик для ну вот как бы для всех короче тут и молодняк и средний класс и эти старички и все-все-все в к тут много кафешек магазинчиков сейчас собственно они все появятся где-то на горизонте пешеходных много улиц короче классный райончик ну такой местами немного шумноватый но не бомжатский центр как вот этот ретира который вот там где вокзала там капец там просто ну там опасно даже вот так вот с телефоном ходить как я а латочки вот собственно чего еще поэтому да сейчас самое главное это не дозаработать не заработать еще а не наносить на ту часть прибыли которая у нас есть вот чё поэтому проверить надо что там что там с графиками да не я вчера очень удачно поторговал кто смотрел на музыкальном на английском канале музыкальный стрим ну так по мелочи уже там на разгруженных на пятых на третьих плечах в итоге все разгрузил в конце лег спать ну как вчера это у меня у вас уже утро было у многих у нас время с вами разные на 6 часов разница с дальним востоком на 12 часов у нас разница крипто хамстером у нас 12 часов ровно разница поэтому никак не можем с ним словиться все время онлайн вот поэтому чего нужно короче сейчас лучше всего реально если у вас тем более был такой опыт что если вы там ловите тилт или вы там лудить и все равно все так или иначе лудят и лосят тот и а если не было такого опыта то тем более короче делайте заначку пока еще не слили хотя если вы еще ни разу не слили нормально то вам надо видимо это пройти этот опыт ну готовьтесь к тому что вы все сольете короче для трейдера в итоге все равно спасает подушка безопасности и желательно чтобы было 9 из 10 то есть разделить реально свой депозит на 10 даже если у нас 1000 максов и торгуйте сейчас на 100 баксов вот мой вам реально финансовый совет не дисклеймер даже нифига солнце очень красиво пробивается вот поэтому это как бы главное сейчас что нужно сделать потому что потом по-любому москвы дню но я просто не строю иллюзии я знаю и надо чтобы когда вас ликвиднет чтобы это была десятая часть вашего депо максимум они ну ладно две десятых вы сами понимаете там математику делайте дальше три десятых чем больше тем сложнее как бы поэтому отодвигать ликвидацию подливать маржи не надо а пролив но я думаю что будет еще проливчик потому что ну как без него то сейчас вот мэтт скотчем по-то постоим можно начнем расти потом как еще и сданемся вы чего не знаете что если вы не знаете значит вы еще просто мало на этом рынке а я уже точно знаю и это все будет внутри булрана то есть мы потом и на 100 тыс отрастем может быть даже до этого на 100 тыс отрастем как бы но честно говоря я этого меньше шанс даю я думаю что мы сейчас чуть-чуть постоим постоим потом наебнемся еще разочек другой аккуратненько всех вытряснем и полетим уже блядь ближе к осени наверное я хотел сказать ближе получилось да извиняюсь за слово ближе короче друзья мы вот опять же вернувшись к разговору что нужно в трейдинге самое важное это не торговать самое сложное самое важное умение быть не вне позиции отвлечься от рынка закрыть нахер все позы оставить первое плечо там 0 5 чтобы но если тебе не иметься да чтобы из тебя улететь и пойти вот погулять смотрите я не знаю где вы напишите в комментариях откуда вы смотрите это и пойдите погуляйте в своем городе в своем районе и фоните от погодки свежего воздуха общайтесь с людьми расслабьтесь ходите в кафе я не знаю достаньте часть прибыли если она у вас есть понятно что еще мало вам надо больше больше ну сейчас кайфоните достаньте хоть 100 баксов или сколько там у вас накапал какую-то часть прибыли достаньте сходите попейте кофе чего-нибудь купите себе это вот самое важное потому что в трейдинге take profit это не то что ты там забрал нажал на кнопочку это даже не то что ты когда вывел с биржи на кошелек нарушаем это другое ребята take profit это когда ты достал вывел в кэш и потратил этот кэш на себя еще вот что самое главное потому что много было случаев когда выводили даже люди в кэш и потом обратно заводили на бирже все вы оставляли там поэтому take profit нужно почувствовать деньги понять что да я умею зарабатывать на признать что иногда я его все как и все трейдеры но чаще я зарабатываю или больше я зарабатываю и достать вот эту разницу и прочувствовать этот момент вот а скидки по-любому будут по-любому еще будут не могу точно сказать когда блин здесь столько вот таких авто просто любители gta приезжайте все в аргентину это просто это просто охренеть и не встать тут кучу ретро каров их можно взять за три копейки и восстанавливать так что вообще здесь клево друзья если вы в аргентине тоже напишите пожалуйста в комментариях или в телеге нам в чате будем с вами общаться будем на связи может какую-то встречу придумаем рептокоммунскую я так понял много народу уже здесь погода просто шикарно как в сочи короче в где-то в хвосте ну как сказать я просто к этому там такая погода была тисусом щитовой рощи и вот эти балкончики вообще просто прелестный да вот такая вот история ну что я не знаю еще сказать вам зеленый свет идем вперед своим целям в общем то да самое важное это попускаться отдыхать немножко торговли от суеты от рынка не переторговывать это самое важное вот я вчера в конце стрима написал do not over trade ну там на английском потому что это английский канал не переторговывайте и закрылся после этого на большую часть и потом рынок пошел вверх я с утра проснулся но у вас уже в обед посмотрел думаю более инфома начал ловить думаю на закрылся мало заработал не до заработал полякам стас не до заработал прикиньте а потом смотрю сходил кофе попил вот пошел на электричку дошел смотрю все упало уже то есть фома ловить не нужно я бы там не надо было скрыт впрыгивать наверху где казалось что ты пропустил точку входа сейчас я смотрю все упало раз я чуть-чуть добрал там до 0 5 плеча какие-то монеты смотришь какие-то еще не упали думаешь ну и хрен с ними не берешь их тогда опять же вам говорю вот смотрите вот так у меня сегодня увидите вообще я красавчики да такой прям гангста щит вот опять же смотрите вы когда сны дофига монет набираете да конечно есть шанс что вы попадете именно в ту которая сделать 100 иксов а так вы в нее не влетите и будете сидеть просасывать но вы тем не менее не успеваете уследить за всеми этими монетами что немаловажно не менее важно смотрите какой клёвый райончик портальчик вы не успеваете уследить за этими сделками когда все падает вы начинаете бежать по рынку все скидывать теряя там такие большие проскальзывания что пипец просто я же знаю о чем говорю вот ладно я думаю не будем делать это видео слишком занудным и большим сказал гриня сейчас еще минут на 15 телегу задвинет я думаю да что надо идти куда-то мне правее наверное вот как и в трейдинге хоп свернул понимаешь не знаешь когда раз развернул позицию всех зарядил волонка сам шорт стал да и заработал или наоборот да прикольно не знаю мне короче очень нравится байерс мне очень нравится как наличие зелени я дико кайфую поэтому решил вам передать через экран ладно давайте я чуть-чуть еще помолчу чтобы вы послушали просто м винт улице прекрасно спасибо всем кто смотрит ставьте лайк обязательно ставьте стоп и тейки выводите часть депо и всем профитроли скоро увидимся пока а у меня у меня у тебя у меня но а Продолжение следует... Продолжение следует...